Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу, как легко и просто провести подвязывание низкоростных томатов в открытом грунте. При высадке наших томатов я раскладывал по лункам веревочки. Вот сейчас вы это можете видеть вкратце на своих экранах. И говорил, что раскладывая таким образом веревочки, мы уже делаем пол-дела по подвязке этих томатов в дальнейшем. Прошло некоторое время, растения немножко уже прижились корневой системой, ухватились. И мы сейчас будем проводить подвязку на конструкцию, которую очень просто сделать. Друзья, ну и в общем, если сказать, нужно ли подвязывать вообще низкоростные томаты. На полях их вообще не подвязывают. Просто врастил, выращивают, как выросли, так и выросли. Но на полях дело в том, что основная масса плодов томатов идет на переработку. Поэтому не имеет значения особое качество, особый внешний вид этих плодов. Мы же, выращивая томаты низкоростные на своем участке, хотим получить товарные, красивые, качественные плоды. Именно поэтому мы проводим подвязку, чтобы плоды не касались почвы. Итак, друзья, для начала я забил три трубы, три отрезка трубы. Забивал не менее, чем на полметра в почву. Рейка 3х4, скрепил ее, длиной не было, поэтому пришлось две соединять вместе. И в нужных местах позабивал 120 гвозди. Для чего эти гвозди? Друзья, вот эти гвозди, это будет крепеж, который мы и вставляем в трубы. И затем вот таким образом закрепляем рейку на наших трубах. Все, у нас получилась цельная конструкция. Друзья, можно было бы вместо этой рейки использовать проволоку. В принципе, разницы большой бы не было. Но единственный момент, что проволока при увеличении нагрузки, когда будут подрастать у нас плоды, наливаться, то тяга будет усиливаться на проволоку. И крайние вот эти столбики, которые мы забили, могут складываться. А рейка складыванию будет препятствовать, потому что она жесткая. В общем, было принято решение использовать именно рейку с сечением 3 на 4 сантиметра. Друзья, можно было бы, конечно, трубу такую же, 3 четверти, использовать, приварить ее к крайним и сюда приварить. Но тогда эта конструкция у нас получилась бы неразборной и такой громоздкой, можно так сказать. А здесь мы осенью, когда вырастим томаты, просто уберем эту рейку, вытащим трубы, будем пахать здесь, опять удобрять почву и так далее. Можно посадить под эту же подвязку, в принципе, перец. Не проблема. Перец прекрасно будет тоже расти, подвязанный таким образом. В общем, лучше, когда конструкция разборная. И давайте теперь непосредственно посмотрим, как проводим подвязку на эту конструкцию. Друзья, вот они веревочки, которые мы раскладывали. Почему я и говорил, полдела у нас сделано, веревки уже есть. Все, обмотали быстрым легким движением и прикрепили к рейке. Следующее растение то же самое. Обвиваем вокруг готовой веревочки и прикрепляем к рейке. И так далее поступаем со всеми растениями. И вот как выглядят эти томаты после проведения подвязки. Они немножечко так елочкой идут к центру, к рейке. Но это ничего абсолютно страшного, друзья. Расстояние между ряди у нас порядка 60 сантиметров. Поэтому растение будет чувствовать себя вполне нормально. И смотрите еще какой важный момент. Наклоняя свои растения внутрь, то есть проводя подвязку к центру, к одному центру. Плоды у нас будут оказываться немножечко тоже как бы висеть вот с внутренней стороны, по междурядью. Они отсюда уйдут. И соответственно они будут листвой лучше защищаться от прямых солнечных лучей в жаркие месяцы. Поэтому я надеюсь, что не будет на них термических ожогов. Те зрители, кто сейчас ищет хороший способ подвязки, но не проложил при высадке томатов веревочки по лункам, я советую посмотреть вот это мое видео, в котором я рассказываю, как можно даже без раскладывания веревок по лункам провести подвязку, похожую на вот этот способ. Так что посмотрите, кому интересно, и я думаю, для вас это будет действительно полезно. Там очень просто сделать одно маленькое приспособление из обычной проволоки, и никаких проблем дальше не будет. Так что вот этот способ подвязывания я считаю самым простым, самым легким. Я помню, как моя бабушка еще давным-давно мучилась с кольями. Кольями колышек возле каждого растения, как вот эти охапки, друзья, буквально вот этих кольев у нас лежали на участке, где-то в уголке ждали свое времени, потом выносили, все это втыкали, это столько времени занимало, столько сил занимало. Ну, просто вспоминать страшно. И вот способ. Три трубы, рейка и легкая подвязка. Все готово. На этом закончу. Спасибо за внимание. Надеюсь, для вас это видео было полезно. До свидания.